Орск ТВ Как только подожгут там, ну вы представляете запах какой, там же и начинают какие-то в виде взрывов, ампулы что ли какие взрываются с лекарства, ну может быть не использованные лекарства. И вы знаете, но самое главное, пусть бы взрывалось, так там запах такой невыносимый, жара невозможная, закрываешь, немедленно закрываешь все эти форточки и все, и сидишь пока у них там все это прогорит. Знаете что, в прошлом году разговор был, звонили мы на скорую помощь, я сама звонила на скорую помощь, еще соседи звонили на скорую помощь, но ничего не помогало, даже были, там же дети в этой помойке еще и возятся, перелазят через забор, ищут какие-то ампулы там, мне очень хорошо видно в окно, ищут какие-то ампулы там, и вы знаете, что это начинает, собирает и в кучу взрывает, это же будут травмы у детей. Мы находимся на территории второй детской больницы, у меня за спиной находится помойка, в этой помойке в основном находятся отходы медицинские, различные медицинские отходы, и по странному обыкновению их принято не вывозить, а сжигать. А вот почему эти отходы не вывозятся, а сжигаются здесь же на территории, на которую довольно часто из безлежащих дворов попадают дети и роются тоже в этих же отходах, мы попробуем выяснить заведующей этой больницы. В скорой помощи мы получили такую информацию. Что касается шприцев, то утилизация происходит следующим образом. После того, как шприц использован, бригада его сдает во стерилизационную. Вот, фельдшер принимает, специальными кусачками откусывает конюлю и замачивает в дезинфицирующий раствор. После определенного количества времени эти шприцы оттуда вынимаются и кладутся в коробку. Эти коробки сдаются фармацевту по счету, сколько было у нее взято свежих шприцов. Эти использованные также ей сдаются. И после этого фармацевт эти шприцы хранит в складе под замком. Согласитесь, вывод напрашивается сам собой. Кто виноват в том, что в этих мусорных бачках находится отработанная медицинская вата, шприцы, ампулы и бинты. И представьте, какой запах и дым идет от костра, в котором горит вышеуказанное. Единственное, кто, пожалуй, не виноваты, это дети. Ведь мальчишки есть мальчишки. Они просто не понимают, какую опасность несет в себе общение с подобными отходами. А родителей хочется попросить быть повнимательнее к детям, дабы не обращаться за помощью в ту же детскую больницу номер 2.